Девушки отдыхают Главными персонажами остросюжетного триллера «Финансовый монстр» становится популярный телеведущий финансового ток-шоу Ли Гейтс в исполнении Джорджа Клуни и телепродюсер Петти, роль которой сыграла Джулия Робертс. Герои оказываются в весьма неприятной ситуации. Студию берет штурмом разгневанный курьер, так называемый «парень с улицы», проигравший благодаря советам гламурного ведущего все свои деньги — 60 тысяч долларов. Взяв Ли в заложники, террорист требует, чтобы камеры продолжали работать. Ли и Петти вынуждены попытаться разобраться в ситуации, вынудившие молодого человека пойти на столь крайние меры. К собственному удивлению, они узнают, что современные высокотехнологичные рынки работают отнюдь не так честно и чисто, как все предполагают. Да, у меня оружие, но я не преступник. Вот кто настоящий преступник. Поверьте, нами манипулируют. Вся эта система прогнила. Они лишают нас, всего живут припеваючи. Где справедливость? Говори с ним. Ладно, ты это умеешь. Новая режиссерская работа Джоди Фостер, триллер «Финансовый монстр» рассказывает о зияющей пропасти между тем самым одним процентом супербогатых людей планеты и остальными 99-ю. И хотя это не первый фильм на подобную тему, именно «Финансовый монстр» выделяется звездным составом и эмоциональностью в отношении проблемы разрушительной власти денег. Мне нравится этот фильм. В нем есть две составляющие, которые считают несопоставимыми. С одной стороны, это типичное жанровое кино, полноценный триллер, увлекательный, динамичный, в меру мудренный и при этом вполне доступный для понимания. С другой стороны, в картине есть качество, побуждающее многих зрителей идти в кино. Реальная захватывающая история. То, что произошло с главным героем, могло случиться с каждым из нас. Полиция, вертолеты, оружие, бомбы и связанный с ними экшен. Все это услада для глаз. Мой же интерес вызывало преображение Ли Гейтса, которого сыграл Джордж Клуни. В начале фильма он предстает поверхностным, пустым человеком. Он добился определенного профессионального успеха, но в глазах окружающих, как и в своих собственных, успешным не выглядит. И лишь благодаря трагичному стечению обстоятельств и не без помощи героини Джулии Робертс, Ли Гейтс находит в себе силы измениться к лучшему. Сценарий «Финансового монстра» откопали из ежегодного знаменитого черного списка голливудских сценариев выпуска 2014 года. В списке наиболее многообещающих сценариев, фильмы по которым так и не были сняты, обычно имеют славу у золотой жилы, потому что каждый раз, набредая на эти завалы, маломальски приличный режиссер создает нечто неожиданное и сразу получает массу наград и небывалый авторитет в том же самом Голливуде. Сценарий «Финансового монстра» написала тройка авторов под руководством известного сериального продюсера и сценариста Алана Ди Фиоре. Его самый свежий проект — это популярная фэнтези-драма «Грим», которая вот уже пять сезонов к ряду выходит в эфире телеканала NBC. Но со сценарием для большого экрана у мистера Ди Фиоре как-то не задалось. Мне кажется, нам все-таки удалось превратить этот фильм в нечто оригинальное. Получилась хорошая комбинация того, что принято называть кино в стиле мейнстрим, попкорновое кино, зрительское кино. Но, с другой стороны, картина заставляет вас серьезно задуматься и даже учит чему-то. Она бросает вызов каждому зрителю, призывая поставить себя на место того парня, Кайла, который захватит заложники телеведущего в прямом эфире. «Посыл один — будь умнее настолько, насколько можешь, не доверяя рассказам с экранов телевизора. Не ведись на рекламу и непонятные сомнительные финансовые советы». «Финансовый монстр» трогает каждого. Нельзя назвать его каким-то старомодным из-за игры за счет трех основных персонажей. Это триллер по жанру. Но в нем есть и юмор, и мелодрама, и драма, и политическая сатира, и многое другое. Все современные кинотренды. «Мы нашли его девушку». «Это все наши деньги до последнего центра. Что ты творишь?» «Я помогу тебе найти ответы». «Раньше никто не задавал вопросов. Это может стать огромной проблемой». «Он просто хочет знать, что пошло не так». «Мы не знаем». «Вы должны понять, что это очень щекотливая ситуация». «Я сижу в 20 метрах от бомбы, и не надо мне рассказывать про ситуацию!» «Мы все живые люди, а не роботы. И у нас есть совесть». Джоди Фостер во всех интервью в рамках премьера своего третьего режиссерского проекта «Финансовый монстр» признается, что в сценарии ей понравилось сочетание умного триллера и возможности поразмышлять над устройством современного мира. Первоначальный текст Фостер разрабатывала два года, чтобы грамотно учесть требования продюсеров к крупнобюджетному судейному проекту. Особенности работы с голливудскими знаменитостями, вроде Джорджа Клуни и Джулия Робертс, а также не пойти на откровенную сделку совестью, дав коммерции право преобладания над идейной составляющей фильма. По признанию многих кинокритиков после премьеры «Финансового монстра» на минувшем 69-м Каннском кинофестивале, актрисе-режиссеру Фостер это не совсем удалось. Хотя Джордж Клуни оказался точным попаданием в образ, чего нельзя сказать о Джулии Робертс, которая явно угодила в проект чисто по дружеской просьбе и протекции мистера Клуни. Вы знаете, что самое забавное во всем этом деле? Чем старше вы становитесь, тем интереснее развивается ваша карьера в принципе. Либо вам везет, и вы сами можете выбирать те проекты, в которых хотите участвовать, либо, и это в большинстве своем, вам приходится плыть по течению и играть там, куда позовут. Вот нам с Джулией повезло, потому что мы уже можем себе позволить соглашаться на то, в чем нам реально интересно принять участие, а не за каких-то других причин. Джулия ко всем своим современным фильмам подходит с серьезной проработкой. И если уж она согласилась сниматься, то для нее это не мучение, а одно сплошное удовольствие и веселье. Скажу вам честно, есть масса замечательных актеров, которых с возрастом все меньше и реже снимают. Из-за этого у них возникают финансовые проблемы, и им приходится соглашаться на всякие ужасные фильмы. Нам с Джулией пока везет. Мы смогли выстроить свои карьеры так, что мы диктуем правила в этом шестоком финансовом мире, а не наоборот. Кстати, это в том числе подтекст фильма, который мы сделали с Джоди Фостер. Финансовый монстр расходится не сразу. Первые минут 20 зрители просто смотрят крепко сделанный голливудский фильм, снятый голливудской актрисой с голливудскими суперзвездами. За этот отрезок экранного времени становится окончательно понятно, что Джоди Фостер удалось нечто большее. Очень умное, язвительное кино об эпохе тотальной коррупции, медиа информации капитала, которое вместе с тем работает и как динамичный триллер с захватом заложников. На поверхности типичный фильм эпохи Викиликс и семьи Кардашьян, где того и гляди, все всех разоблачат. Обычно в фильмах такого характера поднимаются темы, вполне понятные и знакомые для понимания широкой зрительской аудитории. Никому не интересно смотреть, как страдают брокеры с Уолл-стрит. Всем важно олицетворять себя с героями на экране. Поэтому нам важно было показать, как финансовые кризисы сказываются на каждом конкретном человеке, на простых людях. Финансовый мир вышел из-под контроля. Когда в этом мире что-то идет не так, среднестатистический обыватель не всегда может разобраться, что к чему, и иногда попадает в просаг. По сценарию фильма, мой герой, тот самый гламурный телеведущий финансового ток-шоу, сталкивается именно с таким несчастным, который решил отставить свои сбережения любой ценой, даже захватив заложников. За всей бравадой Ли прячет свое глубочайшее презрение к аудитории. Его шоу буквально пропитано цинизмом. Он принадлежит к той когорте людей, которые, сидя в своих кабинетах, рассказывают, куда нам положить наши деньги. И когда мы делаем то, что нам советуют, и оказываемся в минусе, брокер только разводит руками со словами «Ну что ж, бывает». Однако по сюжету фильма эта отмазка не срабатывает. Картина фактически рассказывает о судьбах трех главных героев, особенно человека, роль которого сыграл Джек О'Коннелл. Я пытаюсь его спасти. А вы хотите убить. Мне нужны объяснения. Отследи деньги, найдешь заказчика. Теперь мы с тобой заодно, ты должен доверять мне. Не хочу, чтобы тебя пристрелили. Что происходит? Нет! Ты пришел узнать правду. И ты ее узнаешь. В начале картины то, что высокопрофессионально делают герои Джорджа Клуни и Джули Робертс, то есть телеведущий и его телепродюсер, на самом деле полная обманка. Никто здесь не занимается журналистикой, даже финансовой. Здесь просто шоу с песнями, плясками на денежные темы. Мир современного телевидения уже давно шагнул вперед, оставив где-то в конце 20 века то, что в учебниках называлось журналистикой. Ей-то и заниматься особо некогда теперь, когда все построено на драматургии шоу в угоду высоким рейтингам. Цитаты утверждаются, интервью визируются, вопросы обговариваются до эфира, пиарщики кормят прессу и людей тысячу раз выверенными, ничего не значащими общими местами. Многие так живут. Так жили герои финансового монстра. Пока обычный парень с улицы, он же телезритель, не принес в студию пистолет и бомбу. Получается, нужны такие методы, чтобы вернуть профессиональную журналистику в кадр. Ли является главным козырем Петти, поэтому она стремится лишь к одному — как-то контролировать творящиеся на площадке хаос. Она никогда не знает, что выкинет Ли в следующий момент. Кто-то увидит в них идеально слаженный дуэт, однако у Петти случаются моменты, когда она мечтает работать в более предсказуемых условиях. В то же самое время ей очень интересно работать с Ли. Как известно, противоположности притягиваются, а Ли и Петти — диаметральные противоположности. В нашем фильме меня также заинтриговала общая концепция самой ленты, которая снималась практически в формате реального времени. Любой актер вам скажет, что ограничение по времени идет только на пользу съемочному процессу. Все как-то собираются и начинают работать в полную силу, зная, что особо размусоливать некогда. Никто из персонажей не ожидает такого развития событий, поэтому динамика присутствовала и в кадре, и за его пределами. Джека О'Коннелла, блистательно сыгравшего главную роль в фильме «Несломленный» Анжелина Джоли, пригласили на роль Кайла Бадвелла, обычного гражданина, которого крайне затруднительная ситуация подтолкнула на крайние меры. В исполнении О'Коннелла Кайла превратился в добропорядочного трудягу, который оказывается погребенным под обломками рухнувшей финансовой пирамиды. Кайл — представитель рабочего класса. Он свято верит в то, что в этой жизни можно чего-то добиться лишь честным и тяжелым трудом. Он унаследовал некоторую денежную сумму и решил вложить их в ценные бумаги, но в итоге потерял все по каким-то необъяснимым причинам. Состояние исчезло, словно просочившаяся сквозь пальцы вода, и Кайл никак не может понять, где же он просчитался. Он не может смириться с этим, у него не укладывается в голове, что он все сделал правильно, и все же ситуация начала развиваться не по заранее запланированной схеме. Он не может сдаться, признав свое поражение. Кайл решает дать бой системе. А вот и он, настоящий волшебник Солл-стрит. Меня зовут Ли Гейтс, и вы смотрите «Финансовый монстр. Кто не рискует, тот не живет». Продавать акции или покупать? Для этого нужны яйца! Смелей! А что за парень на второй камере? Что-то не устроивает? Звоните. Кто это? Кто-нибудь его знает? Вы что, из профсоюза? Вырубай эфир. Включите камеры, иначе я выкашку отнесу. Включи камеры! Что мне делать, Петти? Включи их! Включай. Достань жилет, надевай. Откуда мне знать, что он не взорвется? Детонатор у меня. Уберу палец с кнопки и... Здесь все нахрен, взлети! Мне невероятно повезло работать с такой звездной командой. Джордж Клуни вообще мой кумир. Я долго не мог поверить, что мы с ним вместе снимаемся. Он очень заботливый человек, причем ведет себя как настоящий вожак стая. Ему до всего есть дело, и всегда он знает правильное решение. Он мне очень помог по-актерским, потому что мы много с ним репетировали, много говорили, обсуждали наших персонажей и совместные сцены. Между дублями обменивались идеями и пытались выстроить верное актерское взаимодействие в кадре. Ну и наши замечательные дамы нам помогали. Очень интересно работать вместе с Джулией Робертс и Джоди Фостер. О'Коннелл, по признанию именитых коллег по фильму, сумел сотворить невероятный образ лузера, который предстает жертвой финансовой системы, где совершенно не продуманы или не работают механизмы защиты от нелегальных манипуляций и мошенничества. Это и сделало финансового монстра откровенно морализаторским кино при не особо сильном сценарии. Лента Джоди Фостер не просто задается вопросами журналистской этики, но и рассуждает о моральном облике бизнесменов, которые думают только о зарабатывании денег. К финалу монстр совсем скатывается в нотации, что напрочь перечеркивает все достоинства фильма. Фостер отлично нагнетает напряжение, подгоняя в кадр полицию, вертолеты, испуганных граждан, но все это в итоге выливается во второй финал, который призван показать зрителю, что, по сути говоря, ничего не изменится. Одни всегда будут делать деньги, а другие делать из любой трагедии шоу. Но вся эта правда про Уолл-стрит — это как прошлогодние новости. Уже устарели и никому, по большому счету, не нужны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова